Демократично пешком Если мы здесь, значит у нас не только провести время с близкими добрыми друзьями, но и сделать так, чтобы те начинания, которые базируются на очень серьезных традициях, которые всегда были в спортивной борьбе в Ульяновской области, чтобы они тиражировались и продолжались. Это, конечно, хорошая идея и такие вот мероприятия, я думаю, на нас, на старших, молодые ребята посмотрят, еще больше начнут тренироваться, а кто не занимается борьбой, я думаю, еще придут в наш прекрасный вид спорта. Я сейчас сама хочу донести до молодежи, до родителей, в том числе, которые приводят детей в спортсекции, что нужно заниматься борьбой, ну в частности, да, я буду свой спорт говорить, и развивать себя, развивать свое тело. Мы передаем опыт младшему поколению для того, чтобы они по нашим стопам прошли, и также вот они поняли, что с олимпийским чемпионом не рождаются, им становится. Поэтому все силы, желания, и тем более, если слушаться тренера, как бы всего можно достигнуть. В Ульяновской областной федерации спортивной борьбы отмечают, что затеяли такой большой чемпионский десант не случайно. Клубы федерации при поддержке как областных, так и муниципальных властей постоянно развиваются. Есть множество молодых ребят и девушек, которые уже в ближайшее время могут представить нашу страну на Олимпийских играх. Тем более, для этого сейчас в Ульяновской области создают абсолютно все условия. У меня задача, как представитель федерации борьбы, это популяризация своего вида спорта, привлечение детей, чтобы наш спорт стал массовым, хотя он уже таким и является. И у нас спорт, и наша секция бесплатна, то есть все дети к нам могут, возможности имеют ходить. И к нам чаще всего ходят дети из малообеспеченных семей, и дети из многодетных семей. Мы всех рады видеть, и в основном эти дети проявляют упорство и добиваются высоких результатов в спорте. Думаю, то, что сегодня, приехав в Ульяновскую область, приехали такие не просто заслуженные, а легендарные личности, как Михаил Мамиашвили, наши олимпийские чемпионы в борьбе. Они своим примером покажут, как они проходили эту школу, как они добивались. Прогулка по центру Ульяновска заканчивается на Соборной площади. Делегацию принимает губернатор региона Алексей Русских. Тем для обсуждения масса, развитие детского спорта, спорта в школах, но главное, строительство в Заволжском районе на улице Карбышева, огромного центра спортивной борьбы. Виды олимпийские, а секциям приходится ютиться по углам. Эту несправедливость в Ульяновске решают коренным образом. Уже совсем скоро тут можно будет как тренироваться, как и проводить различные, даже международные турниры. Чтобы выполнить последние указы президента России о масштабном развитии школьного и студенческого спорта, строительство центра борьбы затягивать не будут. Необходимые средства уже выделяются. И возможно, что уже до конца этого года будет перерезана заветная красная лента. Тренировка соединительства мы уже начали, да? Да. Уверен, что пойдет совсем немного времени. И мы с вами, разъеду, в атлеточку откроем новый такой спортивный комплекс. Конечно, мы несем полную ответственность за все то, что будет. Я еще раз, Алексей Иванович, огромное слово благодарности за вашу последовательность. И еще раз хотел вас заверить в том, что мы не будем последующие предатели. Мы ваши подвижники, соратники, можете ставить нам любые задачи, которые наши силы для кого-то реализуют. Также на встрече обсудили общее развитие местной федерации спортивной борьбы и проведение в Ульяновске Всероссийской универсиады среди студентов. В ней будут участвовать пять домороченных борцов. Чемпионы поблагодарили губернатора за приглашение, а Валерия Коблова поинтересовалась у главы региона. Будут ли развивать в нашей области женскую борьбу? Получив положительный и утвердительный ответ, все вместе отправились на фотосессию. А уже на следующий день чемпионы во главе с Михаилом Мамиашвили приняли участие в праздновании Дня России. На центральной площади города мастер-класс олимпийцев был гвоздем программы. Но вначале в торжественной обстановке наградили тренеров областной федерации за их самоотверженный труд. Потом посмотрели на показательные выступления юных ульяновских борцов. После чего мальчишки, девчонки и их родители с открытыми ртами наблюдали, как величайшие чемпионы современности делятся своими секретами. Показывают коронные приемы. А учитывая, что эти приемы от олимпийских чемпионов, то значит они эталонные. Алексей Мишин и Муса Евлоев провели мастер-класс по греко-римской борьбе. Присоединившиеся к чемпионскому десанту в День России золотые олимпийские медалисты Заур Угуев и Заурбек Седаков показали и рассказали свои хитрости в вольной борьбе. Самый важный момент. Левой рукой нужно давить под ребра. Как Заурбек? Не больно? Да, я дарю. Валерия Каблова вместе с ульяновскими девушками-борцами отрабатывали тактику вольной борьбы у прекрасного пола. Оказывается, тут в отличие от мужского направления есть свои женские штучки. Очень важно контролировать вообще соперника, потому что, чтобы он всегда был перед собой. Потому что, заметьте, 13 часов встанет, вот я уже вот сюда уйду. Ей уже неудобно, потому что у нас в основном зрение прямой. Почему именно такое положение? Потому что, когда вы захватываете, влияете соперника от себя, здесь тяжелее сделать контракт, потому что ваше тело правильно расположено. Также были чемпионские мастер-классы по неолимпийским видам, панкратиону и грэпплингу. А еще местные спортсмены и просто зрители смогли не только сфотографироваться с легендарными олимпийцами и взять у них автограф, но и задать вопрос. Всех интересовала формула успеха, а она проста, говорят чемпионы. Постоянные тренировки, лишения и полная отдача. Дмитрий Гурин. Специально для Уллправда ТВ.